Махмуд Абхасана Панди Махмуд Абхасана Панди Сегодня руководитель этого отдела, иншаллах, расскажет нам о своей работе и специфике их работы. Хасана Панди, расскажите, пожалуйста, чем занимается Ваш отдел? Немного о Вашем отделе более расширенно даже можно рассказать. В основном это встречи, лекции в школах, в вузах, в СУЗах, в любых организациях, учреждениях, где люди хотят с нами сотрудничать. Мы всегда готовы прийти, это и делаем. Основная работа, конечно же, это школы, вузы, также и спортзалы тоже. Но также посещаем мы различные заведения, как сейчас в сентябре у нас месяц, например. И по поручению главы было такое постановление, что во всех организациях, учреждениях проводили мероприятия на тему профилактики экстремизма и терроризма. Вот в этих мероприятиях тоже мы участвуем, будь это в вуз, будь это какое-то министерство, ведомство. Например, сегодня была в МЧС встреча, также была в Министерстве ЖКХ, ДГПУ была встреча. Вот такие встречи в течение сентября, так как мы знаем, 3 сентября у нас день солидарности с борьбой против экстремизма и терроризму. И в сентябре именно этому, и вот Беслане взрыв был, именно этому посвящены тематики экстремизма все мероприятия практически. И на эти мероприятия мы тоже ходим. И, конечно же, даже, как сказать, любая организация представляет общий питер на меня. Чем отличается, скажем, работа имама, например, еженедельно из мембара в мечети имамы делают проповедь, печатаются газеты, снимаются определенные передачи. Чем отличается, например, работа имама и проповеди, которые делает имам, именно от той работы, которую вы делаете, например? Ну, имам в основном свою работу, как бы, деятельность ведет в мечети, можно сказать, проповедует. Конечно, он бывает в различных мероприятиях, передачах и так далее, но больше этим занимается городский отдел просвещения. Ребята, наши сотрудники, лектора, которые ходят на меня, возьмем, в школу. В школах большинство детей, они не посещают джума, можно так сказать, по различным причинам. Уже туда приходит лектор, общается с ними, вначале рассказывает свою тему, потом уже дается время, чтобы ребята могли задавать вопросы. То есть происходит последственный контакт. В мечети, как я понял, в основном бывает общая проповедь для всех, кто взял, кто не взял, и несмотря уже на возраст и так далее. А тут можно выйти на контакт, отвечать на вопросы, узнать больные места, скажем, проблемные, непонятные места. И даже в мечеть, например, молодой человек, он не всегда решается подойти к маме и так далее, ему кажется, это недоступный человек и так далее. А здесь практически не так, не намного старше него человек, молодой парень приходит, и они общаются. Тут еще можно ли учитывать женскую часть населения? К примеру, молодые девушки, которые учатся в вузах, в школах девочки учатся и так далее, они же в мечеть не ходят? Да, это тоже, да. И у нас есть такие места, где обучение раздельное, тоже у нас есть и женский отдел прощения, и они такие места, они посещают, где есть именно отдельный женский коллектив, либо женский класс, школа, ну школа, где раздельное обучение, либо садик, там уже туда ходят женщины. У вас, как у руководителя отдела, какие именно обязанности возложены на вас? Что вы должны делать, как руководитель отдела? Вы подбираете темы, или же вы знакомитесь, проводите встречи, договариваетесь? Или вы пишете эти проповеди? Чем именно занята ваша личная работа в этом отделе? На самом деле, уже работа у нас поставлена, уже сколько лет она идет, и кадры тоже, подбор кадров тоже мы осуществляем, мы кого-то приглашаем, например, ребят, которые нам подходят, мы даем, например, материал уже готовый, что он просмотрел, если что добавится, он может добавить, либо у него есть своя готовая тема, и уже даем ему время, например, день или два, и опять же приглашаем, чтобы он нам уже рассказал. То есть проверяете его? Проверяем его способности. Не так, у нас такой нет, что пришел человек, мы его сразу взяли, если тем более мы его не знаем, если он выпускник вуза или униститета, закончил там какую-то теологию или что-то еще. Мы, конечно же, проверяем этих ребят, которые... А обязательно, чтобы у них было именно, скажем, религиозное образование, чтобы они закончили какой-то исламский институт, университет и так далее, или достаточно, чтобы человек был эрудированный, ну, с образованием, естественно, умел красиво говорить, преподносить информацию? Конечно, это очень необходимо, но хотя бы, чтобы человек... Вот Дагестанский гуманитарный институт у нас есть, там у них есть и религиозные, тоже исламские предметы, хотя бы выпускник института теологии должен быть. А так, конечно, большинство, они, которые учились и в исламском учебном заведении, и также у них есть и светское образование тоже, потому что в школы мы направляем ребят, которые имеют и исламские знания, религиозные знания, и светские тоже, конечно, чтобы для этих молодых людей были более знающие, опытные ребята. Вот таких ребят мы направляем. А бывают такие случаи, что кто-то, скажем, со стороны улицы проводит такую же параллельную работу, встречается с молодежью, то есть без вашего ведома заходит, например, в какую-то организацию и тоже проводит определенные лекционные работы и так далее? Нет, без нашего ведома не проводится это, либо какие-то другие ведомства, может быть, там, комитет религии, у них тоже определенная есть, да, своя какая-то деятельность, например, что касается экстремизма, у них тоже есть. Я имею в виду, то есть официальная бумага это все бывает? Конечно, у нас согласованность бывает с Минобразованием, Управлением образования, мы подаем туда списки лекторов и тематику тоже мы подаем, материал все мы сдаем, это все проверяется, и потом уже дается одобрение, и вот так мы работаем. Это у нас тоже не просто так, к этому мы готовимся, и что касается, например, тем тоже материалом, мы, конечно, проверяем, готовим, помогаем, собираемся вместе, по очереди слушаем друг друга, бывает, один где-то нашел там какую-то информацию, другой другую, и мы уже как бы фильтруем это, говорим, что вместо этой истории, например, лучше поставить вот эту, вместо этого изречения лучше вот это, либо структура речи твоя чуть-чуть, можно ее подправить и так далее. И вот таким образом друг друга как бы корректируем, и в конце как бы, чтобы был хороший продукт. Уважаемые телезрители, я хочу вам напомнить, мы находимся в прямом эфире, и вы свои вопросы можете задавать на номер WhatsApp, который видите на своих телеэкранах, и у нас в гостях руководитель отдела просвещения прямых в театре Республики Дагестан Махмудов Хасана Панди. Хасана Панди, возвращаясь к теме лекторов, мы знаем, что, ну, очень часто рекламируются те или иные тренинги ораторского искусства, я не знаю, культура речи там и так далее. Повышается ли как-то вот, повышается ли уровень квалификации лектора, чтобы он мог себя правильно преподносить? Ведется ли именно вот в этом направлении работы? Или там они вышли, скажем, как выпускники пришли, и там идите, практикуйтесь, там, учитесь на своих ошибках? Конечно, безусловно, это подобные курсы тоже мы проводим хотя бы раз в год, это у нас бывает, и у нас же есть ребята опытные, которые эти курсы проходили и не раз, и они собираются, сами тоже тренируются. Даже буквально недавно, вот месяц назад эти курсы мы проводили, там было у нас и ораторское искусство было, и культура речи было, и также обучали ребят, как, например, готовить презентацию. Потом у нас было законодательство, говорили о тех законах, которые, что может лектор, о чем говорит, о чем не может и так далее. Вот такие моменты, разные необходимые, так сказать, направления, предметы, то, что должен лектор знать, вот мы стараемся хотя бы по минимуму это до них довести. И почему, например, вот презентации тоже, как бы уже, ну, как такое время, не все любят слушать, кто-то хочет смотреть, например, и это может быть и визуально тоже, когда смотрят, человек лучше запоминается. Тем более дети молодые, там уже, иногда, шестой, седьмой урок, и как-то, чтобы их чуть проводить тоже, для этого презентацию тоже проводим мы, и сами тренинги тоже у нас есть, когда мы тренинги тоже проводим в школах. То есть в этом есть эффективность, используя, скажем, эти методы подачи информации. Здесь, я вообще читал такую информацию недавно в газете «Ассалам», была публикация под названием «Убойный да'ват». И очень интересная публикация была, по-моему, автор Камал, то ли Магомедов, то ли какой-то, в прошлом номере. И он там пишет как раз именно те ошибки, которые лекторы допускают, и что нужно делать, чтобы ваше слово было услышано. Не только там то, что вы ртом говорите, да, то, что вы и мимикой, и жестами, и там определенной своей базой, которые научные есть в человеке, чтобы он его умел правильно выдавать. Естественно, это оказывает уже определенный успех, и слышит тот, кому обращена речь. Ну вот эти тренинги, например, взять, у нас же много есть проповедников, имамов и так далее. Они за счет опыта, способности, таланта, у них есть это, например. Хоть они не проходили какие-то курсы, но им было интересно слушать, они говорят доходчиво. Но сейчас скажут, что человек прошел какие-то курсы. Работанный опыт, скажем? Да, да, да. То есть, что человек прошел, молодой парень, какие-то курсы, что он там стал прям так доносить и так далее, тоже это неправильно будет. Это нужно тренироваться. Как человек ушел в спортзал, например, и он тренируется, чтобы достичь успеха. Также вот эти вещи, например, какие-то там способы, вот арадское искусство, да, приемы. Когда человек их не отработал, люди, которые знают, проходили эти курсы, они уже смотрят на него, и они замечают это все. Что здесь он встал в эту позу, здесь он так говорит, здесь он делает жесты. Как-то они у него, не совсем речь под жесты, может быть, там попадает, как бы говорится, речь в жесты. Вот такие моменты бывают, поэтому этому нужно тренироваться. Все равно опыт нужен. Нельзя сказать, что он прошел тренинг, и все, он там... А вот среди ваших лекторов, они, то есть подборка кадров, скажем так, это в основном контингент имамов, которые в городе, в мечетях, или у вас какая-то, скажем, отдельная группа людей, с которыми вы сотрудничаете и так далее? У нас это отдельная группа, но как-то вот, можно сказать, что половина из них так или иначе их со временем назначают. Есть, конечно, у нас имамы, которые, будучи имамами, мы их как бы подключили, видя, что они аккуратно говорят и так далее, что доходчиво на русском. И есть, конечно же, те наши работники, которые уже, будучи, когда они были работниками, после этого их уже назначили имамами. То есть проявили себя на одной площадке хорошо, и на них обратили внимание. Потому что есть нехватка тоже где-то имамов тоже, тем более, когда они в городе живут, хоть выпускников много есть, например, ну, приезжие и так далее, и так далее. А когда человек в городе живет, работает, его можно поставить в мечети тоже. Общее количество сотрудников, именно вот лекторов, которые в вашем отделе работают? — Сейчас это 21 человек. Из них где-то человек 15-16, они чисто лектора. А другие 5 человек — это люди, которые… Один человек, что касается школы, договаривается, другой человек, что касается вузов, другой человек, что касается спортзалов. Есть человек, который координатор, которым дают… — Вы? — Нет, это не я. Есть человек, координатор, которым дают информацию. Те люди, которые курируют, например, школы, они дают информацию, что завтра в таких-то школах, вот во столько-то, в таких-то классах… Нужно столько-то лекторов. Уже дальше этот координатор он распределяет лекторов по этим школам. И задействованы бывают все, можно сказать. Да. Бывает такое время, когда нам даже людей не хватает. И приходит вот... И мне тоже выходить. Вот у меня еще параллельно я и секретарь, мы в театре. И мне приходится до работы стрелять иногда и выйти тоже самому. В публикациях, в инстаграме, в социальных сетях видишь, что отдел просвещения, избирбаш, отдел просвещения, отдел просвещения каких-то других, скажем, регионов, республики, районов. Они все тоже относятся к вашему отделу. То есть головной отдел, это ваш, получается. А эти отделы как работают? У них тоже в каждом районе есть отдел просвещения и есть руководители. Соответственно, они... Ну, то же самое работа не делают. Но, конечно же, в районах работы меньше. Особенно в горных районах там нет столько каких-то организаций, нет столько магазинов, например, спортзалов, например. И работа, соответственно, меньше. Но работа такая же ведется. Мы, соответственно, те же бумаги подготавливаем, также списки лекторов. И уже с району, уже с ними там тематику обговариваем, план мероприятий, начальник подписывает. Ваш отдел занимается именно просвещением или он параллельно обучает уже? К примеру, вот в какой-то школе, скажем, или в каком-то селении, где нет там ни мечети, там ни мадреса и так далее. Ваши ребята там проводят обучение? Люди хотят намазу научиться, Корану научиться? Или они для них создают условия? Что происходит с теми людьми, которым нет доступа работникам вашего отдела? Ну, наши ребята не занимаются этой деятельностью, но мы направляем. Если кто-то хочет обучаться днем, например, есть у нас и центральная мечети, уроки бывают, или же вечерние курсы, ну, в зависимости от нужды человека, мы его направляем в необходимое, как сказать, управление, ведомство и так далее, учреждение, таким образом. А так, конечно же, если люди захотят, либо директор школы и так далее, захочет, чтобы там какой-то урок был, например, арабского языка или чего-то еще, с нашей стороны никаких проблем нет. Проблемы, в основном, бывают с другой стороны, как говорится. А так мы... Бывают случаи, что вам где-то дверь не открывают, скажем так, или вы не хотите называть тех людей, которые не хотят совместить? Конечно, бывает. Не знаю, почему эти люди так. Например, учат. Мы же сказали, что есть поручение, да, главы, чтобы проводить мероприятия. И люди, ну, не знаю, так или не так, но можно подумать, что это делается для галочки. Например, целый год человек, руководитель, не пускает к своим студентам специалистов, да, лекторов, которые знают, как лечить эту болезнь. Это, болезнь, как говорится, это религиозная тематика, экстремизм тоже. Мы же связываем, говорим, там, исламский, так далее, назваем, да, связываем, например, именно из-за убеждений проблемы, именно из-за отсутствия знаний проблемы. И что ведь для детей, например, студентов, либо учеников, прошу прощения, лечить, ну, не допускает руководителя, к примеру. Вовремя, практику не надо делать. А в год он один раз собирает, там, например, актовый зал, приглашает всех, там, по 10 минут поговорили мы об этом. Ну, как бы где-то он отметился, там, что он провел у себя это мероприятие на эту тематику. А реально уже до ребят? Ну, конечно, об этом же, ну, да, человеку запретить интересоваться, получать знания религии, интересоваться мы не сможем. Он, то, что не получает ответ на свои вопросы, он же где-то будет его искать. Но я как понял, ваш отдел же не занимается именно призывом к религии. Ваш отдел занимается разъяснением определенных моментов, которые... Просвитетическая, чисто проститическая деятельность. Чтобы ребята не обманулись, не попали в подложные... Чтобы человек понял, что есть правильно, что неправильно, как говорится, черное от белого, что мог отличить. Вот это наша работа. И у нас какой-то цели другой нет. Уважаемые телезрители, я напомню вам, что мы находимся в прямом эфире и ждем от вас вопросов на номера телефонов, которые вы видите на экранах своего телевизора. И у нас в гостях руководитель отдела просвещения прямо в театре Республики Дагестан Махмадову Хасана Панди. Хасана Панди, скажите, пожалуйста, выбор темы, какой подход к выбору темы, например? Вот вы решили пойти в школу и точно так же решили пойти и в высшее учебное заведение. Как вообще выбирается тема для них и для них? Как там уровень образования же разный и понимание, и возраст. Имеется ли какой-то индивидуальный подход? Есть. Ну, немного посыл бывает другой. Содержание тоже уже бывает более чуть, как сказать, материал тоже другой. История другая. Чуть-чуть меняем материал. Ну, план мероприятий, как говорится, вот эта тематика, мы уже согласуем заранее. Если, конечно же, вуз или там в школу они нас не приглашают там по какой-то своей тематике другой. Может, у них классный час. Вот например, сегодня гуманитарно-педагогический колледж. У них было мероприятие, посвященное памяти нашего поэта дагестанского Расула Гамзатова. И там у них было чтение, стихи читали. Вот как бы конкурс такой был. И они пригласили, соответственно, эта тематика. Уже там у нас нет своей... Мы не можем прийти там и говорить там о экстремизме или о нравственности. Тематика эта и... Если они нас приглашают и обозначают темы, мы говорим об этом как бы. А так у нас есть практически вот то, что 9 учебных месяцев. На каждый месяц у нас есть установленная тема. И на эти темы мы говорим. И, конечно, стараемся связывать... Программу уже заранее составлены. Да. Например, вот этот месяц мы знаем, с сентября, что мероприятия связаны с экстремизмом бывают. Мы тоже вот... Первый месяц мы обозначили тему именно профилактики этого. Второй месяц, октябрь, мы знаем, что бывает. День матери, например. И бывают классные часы и так далее, и так далее. Мы, соответственно, этот месяц тоже под это как бы вот так подстроили. И вот так тема у нас есть, которую мы пока не смотрим, какие-то дни есть, стараемся тоже под это подстроиться, чтобы их мероприятия, как бы, ну, понимая их загруженность и так далее, их не... Что у них есть такие мероприятия. И так пытаемся им тоже как бы облегчить, лучше сделать. И, соответственно, свою работу тоже как бы под них подстроить. А какие-то учреждения, не только, например, школа или вузы, какие-то, скажем, государственные учреждения И там же тоже, в основном, как бывает, первый замечает проблему дома родителей. Дети в телефоне сидят, какие-то вопросы задают, которые раньше не задавались, начинают интересоваться темами, которые они раньше на это не обращали внимания. И если вовремя родители, скажем, не обратят внимания, что их сын или дочь чем-то не тем занята, или у нее круг общения меняется и так далее, или в каких-то группах сидит в социальных сетях, то это же будет сложно другому. Просто лектор пришел в школу, и он провел беседу, там, скажем, класс, человек 25-30, или же в вузу, в аудитории, там иногда, наверное, собирается, и больше, чем 100 человек к тому, что вы придете, да, там, они когда подбирают. И там непосредственно диалог не происходит, как у родителей с детьми дома. Вот эти госучреждения, чтобы с родителями разговаривать, уже людьми, которые не только учатся или становятся только вот на ноги, скажем, да, определяются в своей жизни, а с определившимися, у которых семьи, дети растут, с ними встречи проводите вы. Да, у нас также и в школах тоже бывают родительские собрания, мы также на них тоже ходим, нас приглашают, и такую же работу мы, то, что, какую беседу мы идем с детьми, мы рассказываем, что вот на эту тему мы говорим, эта тема очень важна, чтобы они тоже знали, что мы говорим их детям, например. Ну, бывает так, что дети, как бы, лучше нас слушают, чем взрослые. Как бы взрослый человек, он уже где-то кто-то думает, что там это Мула, или кто не знает, или молодой парень, например, что он мне там рассказывает. Как сказать, ну, дети слушают лучше. Дети больше берут. Да, больше берут, и вот мы стараемся направлять в одну и ту же школу, как бы одного и того же лектора. Вот есть такая-то школа, мы стараемся того же лектора в следующем месяце отправить туда. Чтобы у него был контакт, знакомился с детьми и так далее. Да, да, и учитель его знает, и директор знает, и дети его знают. Соответственно, если после первой встречи они не подходили к нему, например, тоже второй месяц, третий месяц они уже подходят, потом, либо есть такой вопрос, который можно пристать, они задают. Если вопрос такой личный, вот я сам тоже ходил, они потом подходят как бы отдельно и задают. Даже те вопросы, которые у них дома бывают проблемы с родителями, есть же такие проблемы все равно, такие семьи есть. Вот эти вопросы тоже они подходят и спрашивают. Потому что у кого еще им спросить? Либо в интернете покопаться, либо, не знаю, в мечеть тоже они не ходят как-то. А потом эти дети, например, в примечетской мадресе куда-то для продолжения обучения уже более стабильного не проявляют желание ходить, например? Мы летом знаем, у нас сколько детей в центральной мечети. Есть, очень много детей ходят, как бы, ну, мы говорим, что такое бывает, если есть такие дети, или родители спрашивают, конечно же. А так, чтобы там какой-то набор делать или направлять, такого нет. Просто даем информацию, где и что можно получить. Сколько по республике у вас таких отделов? По республике 50. В каждом районе есть этот. В каждом районе и плюс в городах, на самом деле, да? А вот это взаимодействие между отделами, то есть имеется в виду, там, избирбашский отдел обменят своим опытом, там, я не знаю, с Кизлярским отделом. Это тоже у нас делалось, и мы в дальнейшем планируем делать, как бы, просто сентябрь, это то время, как бы, учебный год начинается, и уже, как бы, объем работы увеличивается. И сейчас мы планируем, конечно, вот, выезды в разные районы, те презентации, которые мы здесь готовим и так далее, будем выезжать, демонстрировать им, если у них что-то есть, они нам продемонстрируют. И, как бы, наилучший продукт, уже либо они наши, возможно, либо мы их, для разнообразия, как бы, вот, чтобы они с этим материалом, как бы, работали. Вот такую работу планируем делать, и вот в прошлом месяце мы делали курс повышения квалификации, и планируем сделать еще один поток, потому что был, как бы, сезон хаджа, и у кого-то какие-то дела были, лето было, сенокос и так далее, у кого-то там в районах. И еще один поток планируем, курс повышения квалификации планируем мы запустить, и опять их пригласим, их будем обучать, делиться информацией, ну, такая работа, она ведется. А вообще за пределами республики есть в других муфтиатах подобные отделы, с кем вы сотрудничаете, или еще нет у них такого? Честно говоря, есть, наверное, но, как, такую работу налаженной пока, я, честно говоря, не знаю, что где-то есть. Мы это, как бы, не купим. Кулирует зарубежных стран, перенимаете его? Нет, пока нет. То есть, в зависимости от ситуации, от того, как у нас здесь молодежь, их взгляды и так далее. Такой вопрос, наверное, будет интересный. С чем самая такая трудность, с которой вы там или ваш отдел столкнулся именно вот в этой работе, проблемная ситуация? Расскажите ее, чтобы для других было примером, чтобы такое не делать. Проблемы с ситуацией даже не знаю. Может быть, когда, как сказать, неудобная ситуация, что ли, когда ты приходишь, и тебя приглашают, и формат мероприятия такой, что ты думаешь. Как вообще человек додумался тебя сюда позвать, например, да, как-то. Такие моменты бывают, там, что-то там происходит, какие-то там концерты, еще что-то, например. И вот такие моменты бывают, чуть неудобные, да, как-то. Так не знаю, что неудобного. А спортзалы, вы сказали, что мы проводим работу и со спортивными школами. То есть вы непосредственно ходите на тренировки, или вы как-то собираете ребят? Как вообще со спортсменами идет? Мы договариваемся, так же человек есть, который курирует. Человек приходит, 6 часов начинается тренировка, он приходит к 6 вовремя, и где-то минут 8-10 до начала тренировки, вот как они переоделись, всех собирают. Если это ковер, там же на ковре, электр тоже садится, либо стоит перед ними. И в течение 10 минут, как бы коротко, 8-10 минут он общается. Если вопросы бывают, потом отвечает на вопросы, после чего они продолжают свою тренировку. Вот таким образом проходят. Мы, как знаем, после того, как пошла определенная профилактическая работа против экстремистских таких-то взглядов, были определенные, скажем, задержания людей, заключения под стражу. Но, естественно, взгляды они свои не меняют. И там же так же сидят и другие люди, которые по тем или иным причинам были лишены, скажем, свободы. Есть ли доступ к таким людям вообще? Я чувствовал, что у нас в Шамхале есть даже мечеть внутри этой зоны. Есть у нас, у нас есть люди, которые закреплены и там тоже, в местах временного заключения людей. И там же они проводят и пятничный намаз тоже. Наш человек, работник, есть у нас трое или четверо, по-моему, трое, да. Это и Тюбе, и Шамхал, и здесь тоже у нас делают Маракеш. То есть на намаз тоже ваши ребята туда ходят? Совершенно верно. На пятничный намаз имамам там проповедь делать, читать, наши ребята ходят туда. И другие дни тоже есть, в течение недели, другие дни есть, когда они ходят, чтобы давать дарс. Обучать Курану намаз и так далее. Для этого тоже ходят. Два раза в неделю они посещают. А в социальных сетях проводят или какую-то работу? В социальных сетях мы эту работу ведем. Вы выкладываете проповеди или видео, или ваши встречи? Все выкладываем мы туда. И ролики бывают, изречение про уксусом, какие-то там социальные ролики. Потом картинки делаем, мотиваторы, например, демотиваторы. Новостные бывают. Картинки додали, усталиваются информации. Такую работу ведем. Сейчас в основном как бы Инстаграм люди, наверное, смотрят. Удобно, коротко, все вот так. Основная работа в Инстаграм, наверное, это конечно же. Уважаемые зрители, я напомню вам, для тех, кто недавно присоединился, что у нас в гостях Махмуду Хасанапандир, руководитель отдела просвещения при Муфтеатии РД. И видно, что очень большую, огромную работу этот отдел проводит. И их сотрудники работают и в школах, и в вузах, и в госучреждениях, и даже в местах лишения свободы. Это очень большая работа. Также они активно работают и в интернете. Это можно видеть по их публикациям. Эта работа проводится ради Аллаха, ради того, чтобы в Дагестане был мир, в России был мир, для того, чтобы наша молодежь была убережена от, скажем, вовлечения в разного рода радикальные, скажем, экстремистские такие группировки. И хотел бы, пользуясь случаем, сказать, чтобы ваши дети, вы обращали внимание ваших детей на то, что когда приходят такие лектора, скажем, в их школу или вузы и так далее, чтобы они не уходили с этих лекций, а наоборот оставались, и это будет им в пользу. Даже можно иногда спрашивать детей, приходят ли к вам в школу с отдела просвещения люди, читать лекцию и так далее. Если есть такие школы, куда они приходят или мало приходят, вы обязательно обращайтесь и в Муфтеат Республики Дагестан, в центральную мечеть. Можно отдельно. Отдел просвещения, он находится, по-моему, у вас где? В центральную мечеть над зданием администрации, четвертый этаж. Хасан Апальди, время нашего эфира, конечно, подошло к концу. Я вас очень благодарю, что вы сегодня отозвались на нашу просьбу. И хотелось бы, чтобы вы сказали несколько слов, ваши пожелания нашим телезрителям. Посланник Аллаху, Сан 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 Сану, говорит, что каждый из вас пастырь, и каждый из вас отвечает за свою пасту. Я хотел бы обратиться к людям, те, кто занимают какую-то должность, у которых есть определенные подопечные, как сказать, подчиненные, чтобы он понял, что вот эта работа, которой мы занимаемся, это очень важная работа. И тот человек, который как-то не сотрудничает, не видит в этом пользу, он не прав, конечно же. Я хотел бы, чтобы они поняли, что у нас нет другой цели, кроме как чтобы люди нести добро, просвещать людей, чтобы защитить людей, сохранить их от той опасности, которая нас окружает сегодня. Я хотел бы, чтобы эти люди как бы выходили с нами на связи, сотрудничали с нами, и, иншалла, в этом будет польза. Конечно, так людям всем желаю всего наилучшего. Пусть у всех будет дома барракат, мир будет, гармония, как говорится. Всего наилучшего. Спасибо вам большое. Оставайтесь с нами в проекте «Час Ислам» каждый четверг в 19.00. Али-Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуллах. Субтитры создавал DimaTorzok